Это самые странные случаи медицины древних народов. Всегда глядя на это фото, я думал, что это прикол. Типа это обычная стопа, просто немного согнутая. Так вот, я вам хочу сказать, что приколами тут и не пахнет. Это называется лотосовые ножки. И все-таки на самом деле это очень даже пахнет. Ведь таким девушкам еще в детстве перебинтовывали ноги и засовывали их в узкую туфельку. Ну а если стопа не влазила, то бабушка или дедушка просто ломали своей внучке все пальцы, кроме большого. А потом выгибали ногу. Якобы так красивее. Со временем, естественно, нога начинала расти, но стопа не увеличивалась. Что-то похожее можно увидеть, если засунуть арбуз в какую-нибудь форму. Вот только к арбузу нет претензий, у него нет мозга, чтобы понять, что это со временем приводит к некрозу. То есть к гниению стопы. Доходило до того, что девушка просто не могла ходить, потому что ее пальцы на ногах просто отбрали. Таких девушек на руках носили слуги и причем это считалось признаком богатой семьи. С тех пор прошло много времени, не так ли? И сейчас мы считаем это как минимум странным. Но это до тех пор, пока вы не узнали, что сейчас в тренде ломать себе ноги. Я не шучу, вот этот мужчина сделал себе операцию по увеличению ног. И для этого ему сломали ноги, поставили спицы и увеличивают каждый день, чтобы кость постепенно нарастала. Казалось бы, имеет смысл, можно теперь без стула вкрутить лампочку. Но такие операции со временем приводят к тромбообразованию. И вот если вы не в курсе, то тромб это такой паренек, который просто отрывается от стенок ваших сосудов, летит по вашей крови к сердцу и останавливает его. Так вот, вопрос остается открытым. А поумнели ли мы? Всем привет, мои дорогие копатычи. Ёлки-палки, это шо, новый ролик? Отчасти просто обделаться можно. Сегодня мы поговорим о страшных древних обрядах. И о том, как в древние времена лечили людей. Например, для чего древние китайцы удаляли себе... Ну и конечно же обсудим современные шокирующие технологии. Я вижу, что вы уже хотите хлеба и зрелищ. Хлеба, конечно, у меня нет, но насчет зрелищ можете не переживать. Насчет зрелищ можете не переживать. Это щипцы для удаления, сами понимаете, чего. В средневековье в Риме так как провинившихся солдат. Вот в это отверстие засовывался баклажан, а вот этими ребристыми наконечниками прижимали бубенцы. Степень натяжения зависела от того, сколько солдат проголосовали за его ка**ни. Ну, а потом щипцы сжимали. Ну это еще так, цветочки. Сейчас будут ягодки. В это же время в Китае этим устройством мужчины кострили сами себя. Ведь слугами правителей могли стать только евнухи. Потому что основная роль слуги была присматривать за женами. А как известно, жен евнухи не интересуют. Так вот, если мужчина хотел выбраться из грязи в князи, то будь добр, яйца оставь дома. И самое страшное, что иногда даже родители сами ле***ли хозяйство своих детей еще в юном возрасте. Ведь для взрослого человека это куда больнее. Ну а теперь приготовьтесь. Небольшая математика. У правителя было всего 400 мест на одну роль слуги. Так вот, на каждое место слуги был конкурс по 250 человек. А теперь просто умножим 400 на 250 и получим 100 тысяч евнухов. Из которых только 400 станут слугами. А все остальные 99 600 человек просто так это сделали сами с собой. И если вы думаете, что в те годы это все закончилось, вы ошибаетесь. Изменились только щипцы. Но потом люди узнали, что если кострикать парня еще до 14 лет, то в период его созревания его голосовые связки останутся неизмененными. То есть такими же гибкими, как в детстве. И он сможет брать высокие ноты. Девушкам в те годы было запрещено петь в церковных хорах. И поэтому из парня могли сделать девушку буквально за секунду. Каждый из нас видел в учебниках по истории, как древние люди развлекались, рисуя какие-то каракули на стенах пещер. По сравнению с ними мы сейчас на вершине развития. Но вы же понимаете, что пройдет несколько лет, сотни тысячи и нас тоже кто-то будет считать древними людьми. С наших технологий будут смеяться. Но вы же понимаете, что пройдет еще несколько тысяч лет и с их технологий тоже будут смеяться. Тогда существует ли вообще развитие, если в каждую точку времени нам кажется, что мы на его вершине? Я бы скорее назвал это возможностью сравнивать. Потому что у нас есть память и мы можем вспомнить, что было раньше и сравнить это с тем, что есть сейчас. Предлагаю это и сделать. Сравним палку древнего человека и Realme GT6. Realme может сделать вот такие фото и видео, которые и в ночное время выглядят отлично. Ведь в телефон встроена камера Sony. Вот такие фото можно сделать на палку. Едем дальше. У Realme GT6 мощный процессор со встроенными технологиями искусственного интеллекта, который позволяет играть в игры по типу PUBG с частотой 120 Гц. С этим процессором телефон стал практически понимать вас лучше, чем ваши друзья. Просто выделите нужный объект и телефон сразу же предложит вам, куда его отправить. Палка опять проигрывает. Ну и конечно аккумулятор. Его емкость теперь достигает 5500 мАч. Ну а сейчас вы просто попадаете. В комплекте идет зарядка на 120 Вт, которая заряжает ваш телефон на 50% за 10 минут. И на 100% за 26 минут. Кстати, еще при покупке в подарок идут наушники Air 6 Pro. С палкой ничего не идет. Опять проигрыш. Ну и конечно стоимость. Она начинается от 69999 рублей за 256 гигабайт. Так что подведем итоги. Палка проиграла во всех пунктах, кроме цены. Палка? Фу. Realme GT6? Да. Выбор очевиден. Realme GT6 побеждает. Если современная медицина давно научилась обманывать природу и, по сути, после тяжелой аварии можно собрать человека, как из деталей лего, то придется ли нам в какой-то момент за это заплатить? Посмотрите на вот этого человека. Он будет первым, чью голову пересадят на другое тело. Ведь из-за болезни его личное тело полностью парализовано. Смысл операции в том, что если у какого-то человека повреждено все тело, но его мозг остается целым, то его голову могут перенести на человека, у которого наоборот поврежден мозг, а все остальное целое. В принципе резонно, ведь так бы умерли оба, а так остается хотя бы один человек живым. Вроде бы все окей, но представьте себя человеком, который проснулся после тяжелой аварии и подошел к зеркалу. В этот момент вы обнаружите, что в отражении совершенно другой человек. Вы понимаете, что все, что вы знали о себе, больше не существует. У вас другие глаза, волосы и вообще все, что осталось прежнего, это воспоминания о том человеке, которым когда-то были вы. Скорее всего даже тело не останется, потому что наверняка его сожгут. Но что если мы немного изменим ситуацию? Что если человеку пересадить не весь мозг, а половину? Ведь бывают случаи, когда люди лишаются не полностью всего мозга, а лишь его части. Кто проснется в таком случае? Вы или он? Или же оба? Будете ли вы, например, слышать мысли того, чье это тело было изначально? Ведь давайте будем честными. Вполне вероятно, что в ближайшие 20 лет это станет возможным. Ну а сейчас, я надеюсь, вы доели все, что вы там ели, потому что тема будет не особо аппетитная. Не аппетитная только для нас, но не для древних китайцев. Они считали, что если взять фекалий здорового человека, залить их водой и размешать, а потом напоить этой жижей, как супом, больного человека, то он выздоровеет. Так вот, они практиковали такие способы на протяжении долгих лет. Я уже вижу ваши кислые мины, но погодите, не блюйте пока. Прикол в том, что китайцы в этот раз не ошиблись. Внимание, это фото из лаборатории OpenBiom, которое уже как два года покупает у людей кал, чтобы потом продать подороже нуждающимся. Это фактически банк кала. Все работает так. У человека очень много бактерий в организме, вы это знаете. Есть хорошие, есть плохие. И вот когда ваши личные хорошие бактерии не справляются с уничтожением плохих, значит у вас есть какая-то болезнь, а соответственно вам нужен донор хороших бактерий. И как вы уже, наверное, догадались, бактерий больше всего в фекалиях. Эта лаборатория и занимается тем, что собирает фекалии со всего мира, чтобы потом подсадить их тем, кому это нужно. И да, их буквально засовывают вам в желудок. Но стоп, не надо ничего есть, никакой кал. Вы лучше на этом заработайте. Это странно, но каждый желающий здоровый человек может продать свои фекалии в эту клинику и получить 100 долларов за раз. Получается, это можно делать каждую неделю и в год получать 90 тысяч долларов. Так что ваши предложения, как назвать новую профессию, приветствуются в комментарии. Так вот знаете, мы так и не ответили на вопрос, существует ли развитие. Чуть раньше я сказал, что назвал бы это скорее возможностью сравнивать, только потому, что с точки зрения вселенной мы по факту ничего не меняем. То есть, если бы нам не с чем было сравнивать, то для нас обычная деревянная чашка была бы такой же удобной, как и эта банка. Я все же думаю, что все правильно измерять уровнем счастья. И не знаю, вы врубаетесь ли вы или нет, о чем я говорю, но, например, человек, который раньше рисовал на скалах, и человек, который сейчас рисует на бумаге карандашом. Так вот, если эти оба человека в разные времена одинаково были счастливы при этом занятии, то, по сути, ничего не поменялось. Мы лишь поменяли слагаемые. А, как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.